Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. Сегодня тема нашего разговора – это самые популярные пластические эстетические операции на теле. И сразу вам хочу напомнить, что если вы пройдёте по ссылочке, которая к этому видео прикреплена, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, мы начинаем. Друзья, я специализируюсь как раз на эстетических операциях по телу, и сегодня я хотел бы, наверное, сделать такой рейтинговый обзор этих операций и, скажем так, распределить, какие же операции делаются наиболее часто, ну и, соответственно, какие не самые популярные для хирургов операции в этой области. Ну и, конечно, на первое место я бы поставил это операции на молочных железах, или так называемые мамопластика. Видов этой операции несколько. У меня на канале есть ролики, посвящённые данной операции. Вы можете пройти по ссылочке, посмотреть эти ролики, там достаточно популярно про эти операции рассказывается. Ну, ещё раз хочу кратенько повторить, что существует несколько видов операций на молочных железах, чтобы привести их в эстетический вид, в более, скажем так, правильные и красивые формы. В первую очередь это обычное увеличение, когда мы устанавливаем только имплантат, никоим образом не изменяя ни кожный чехол, не влияя никак на саму молочную железу. Ну и далее существуют уже так называемые мамопластики с коррекцией самой молочной железы, то есть выполняется подтяжка молочных желез, либо редукция молочных желез, чтобы уменьшить объёмы самой железы. Вот это вот три, скажем так, основных вида операций. То есть увеличение, подтяжка, ну и третье, это можно их как бы объединить, то есть когда мы делаем подтяжку и одномоментно устанавливаем имплантат. Если касаемо имплантов, у меня также на канале есть много роликов, посвящённых этой теме. Мы делали распаковку и делали какие-то манипуляции с этими имплантантами, разбирали, какие импланты лучше, какие куже, там, виды этих имплантатов. Пожалуйста, переходите по ссылочкам, смотрите, информации по этому вопросу достаточно много. Вот, скажем так, на первом месте, как я ещё раз повторяю, это операции на молочных железах, или так называемые мамопластика. Второе бы я отнёс, наверное, второе место, это операция, так называемая липосакция, то есть операция по удалению жировой ткани или жира из подкожного пространства. Ещё раз, тысячный раз повторяю, что липосакция – это не операция, направленная на снижение веса, то есть добиться значительного снижения веса после этой операции достаточно сложно. А вот скорректировать формы тела, то есть убрать жировые ловушки, которые выпирают, например, в области боков или в области, там, бёдер, в области левого или правого плеча, вот с помощью этой операции сделать достаточно эффективно. И результат будет также очень хороший, да. По поводу этой операции также есть много роликов. Пожалуйста, переходите, смотрите, я и рассказывал, какими инструментами это выполняется, на каких аппаратах это делается, вот, какие показания, какие противопоказания, как проводится реабилитация после этой операции. Пожалуйста, информации много, смотрите и, можно сказать, получайте её вот в таком хорошем, свободном виде. Вот, значит, липосакция, второе место. Ну и на третье место я бы поставил обдоминопластик, поскольку вот пластика передней брюшной стенки, она достаточно востребована, то есть проблемы у женщин, особенно после родов, в этой области достаточно часто возникают, то есть помимо того, что провисает кожа, ещё и расходятся мышцы передней брюшной стенки, то есть возникает так называемый диастаз, который тоже требует коррекции, поскольку вид животика после родов, скажем так, не очень эстетически хороший, и это требует, конечно, коррекции. Вот топ-3 операций по телу, ещё раз их перечислю, это мамопластика, липосакция и абдоминопластика, которые, наверное, проводятся как в нашей стране, так, наверное, и в других странах наиболее часто. Ну и далее это уже, скажем так, операции, которые также проводятся на теле, то есть корректируется область бёдер, это называется феморопластика, и корректируется область левого и правого плеча, эта операция называется брахиопластика. Вот в основном эти операции проводятся у пациентов, которые резко и назначительное количество килограмм похудели, и мы отмечаем провисание кожи, которое уже никакими массажами либо другими косметологическими процедурами воздействие на эту кожу не сокращается, тогда уже возникает показание для хирургической коррекции этих областей, что тоже, в свою очередь, достаточно эффективно и приводит как руки, так и бёдра в хорошую эстетическую форму. И операции, которые помогают скорректировать область спины, так называемая торсопластика, когда мы убираем лишнюю кожу, разрез проходит в области лопаток, мы корректируем провисающую кожу в верхней половине спины. Ну и ещё одна операция – это бодилифт. Она включает в себе как бы два этапа. Первый этап – это подтягивание и коррекция кожи нижней части спины, плюс подтягивается ягодичная область. Ну и параллельно, то есть шов идёт по кругу, и мы вторым этапом делаем абдоминопластик. То есть такая вот комбинированная подтяжка спины с подтяжкой передней брюшной стенки. Вот основные операции, которые проводятся. На теле я вам всё перечислил. Топ-3 я тоже выделил. Если более подробно хотите узнать про каждую из этих операций, есть ролики на моём канале. Пожалуйста, переходите по ссылочке, смотрите, информация про каждую из этих операций на моём канале есть. Но если какие-то вопросы остались, пожалуйста, пишите их в комментариях. Буду на них обязательно отвечать. И, соответственно, ещё раз напоминаю, что если пройдёте по ссылочке, сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Я вам всем желаю здоровья, удачи и увидимся в следующих выпусках.